Однажды корейцы решили, уж если присутствовать, то непременно во всех сегментах и нишах. И даже странно, что конкурента Audi Q5 и BMW X3 — модель GV70 — азиатский премиум-бренд Genesis выпустил после череды седанов и большого кроссовера. Но как вышло, так вышло. Тем более, что среднеразмерный GV70 получился особенным, удивив почти купеобразным силуэтом, а также ностальгическим оформлением салона. Назло трендом интерьер сплели из округлых линий. В плане техники 70-ка, наоборот, вполне консервативна. Она имеет классическую компоновку, а роль базовых моторов будут играть рядные четвёрки — бензиновая и дизельная. Но на вершине гаммы — мощный турбированный V6. Со всеми движками трудятся восьмидиапазонные автоматы, а привод по умолчанию полный. Во всяком случае в России, ведь на многих других рынках за систему 4х4 надо немало доплачивать. Другая хорошая новость — в богатом наполнении комплектаций. Правда, совсем уж демпинговать маркетологи дженезиса не решились. Стоит GV70 плюс-минус как конкуренты — от 4 до 6 миллионов рублей. Премиум бывает разным, в том числе китайским. Во всяком случае, компания Cherry призывает считать свой суббренд Cherry Exit премиальным. Если поддаться этим призывам, то выходит, что дорогие китайцы расходятся лучше, чем Cadillac, Infinity или тот же Genesis. А скоро на поддержку единственной модели придёт ещё парочка новинок — среднеразмерный VX и компактный LX. Продажи обеих должны стартовать до конца этого года, но других подробностей больше нет. Дилеры Toyota начали приём заказов на дизельную версию внедорожника Land Cruiser 300. Ей полагается 300-сильный V6, с которым разгон до сотни занимает неполные 7 секунд, а расход топлива в смешанном цикле составляет меньше 9 литров. Формально такой внедорожник стоит от 5,5 миллионов рублей. Вот только купить трёхсотый за такую сумму вряд ли удастся. На бензиновые машины дилеры нынче накручивают по 2-3 миллиона. И, скорее всего, такая же ситуация будет и с дизельными крузаками. Скажем, за комплект зимней резины продавцы хотят выручить 400 тысяч, а за обработку кузова керамикой — все 900. И это при том, что ждать заказанный экземпляр придётся от 6 до 9 месяцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова